Презентация была проведена в рамках реализации мероприятий по развитию корпоративной системы улучшений, которая внедрена в трубно-металлургической компании в 2012 году. Для представления были выбраны 12 лучших проектов из 95, реализованных в прошлом году в российском дивизионе. Шесть работ из 12 лучших реализованы специалистами, которые были обучены подготовленными корпоративными бизнес-тренерами. И по итогам презентации проектов этим специалистам была присвоена квалификация «Зеленый пояс». В состав комиссии, которая заслушала докладчиков и оценила их проекты, вошли руководители производственно-технического блока и других направлений деятельности компании, в том числе заместитель генерального директора, главный инженер Александр Клочков, заместитель генерального директора по технологии и качеству Алексей Емельянов, директор дирекции по технологии Валерий Восходов, главный докладчик Иван Лубе, главный металлург Валерий Красильников. В режиме видеотрансляции в мероприятии участвовали представители заводов. Северский трубный представлял заместитель начальника централизованного ремонта механизированного оборудования и печей Полевского технического сервиса электростали плавильного цеха Северского трубного завода Сергей Рыжков. Задача, поставленная руководством ТМК, в 2016 году снизить долю себестоимости на 5%. Основной проблемой в электростаре плавильном цехе являлась низкая стойкость механизмов качания с изменяемым эксцентриситетом. По заводу в 2016 году вышел приказ, где я был назначен руководителем группы и был открыт проект на тему увеличения стойкости механизмов качания на машине непрерывного литья заготовок. Целью проекта являлось добиться увеличения срока службы механизмов качания на 20%. Проект был открыт в рамках обучения «Зеленый пояс». Мы прошли в течение года обучение. Презентовал я проект на Северском трубном заводе, после чего комиссия признала проект одним из лучшим и направили для выступления в главный офис ПАУТ трубно-металлургической компании «Город Москва». Цель проекта была поставлена увеличение срока службы на 20%. По результатам реализации проекта мы достигли втрое, практически втрое, на 57%. Удалось увеличить срок службы механизмов качания. Достигнутый результат не просто это остановка, да, а нужно совершенствоваться и контролировать процесс, и выходить не на 57%, а на 100%. Нужно слышать голос клиента, а им является начальник электростарии плавильного цеха Евгений Геннаджи Тлухин. В работах специалистов затрагиваются важные вопросы, касающиеся работы оборудования и тех процессов. И достигаются такие цели, как уменьшение расхода металла, снижение себестоимости, повышение производительности оборудования, снижение производственных потерь. Обсуждение представленных работ было активным с обеих сторон. Прозвучало много вопросов и комментариев. В целом все работы получили высокую оценку комиссии. Все проекты были реализованы в соответствии с методологией. Применены необходимые инструменты. Реализованы все мероприятия. По итогам были даны рекомендации по данной работе, по каждому направлению, который руководители проектов представляли. Данные специалисты будут продолжать заниматься совершенствованием своих процессов на рабочих местах, прокомментировала Елена Авдеева. Стоит отметить, что одно из главных достоинств внедрения методологии ЛИН-6 СИГМ – это экономический эффект. К примеру, в 2016 году он составил 500 миллионов рублей. И это только по проектам, реализованным на предприятиях российского дивизиона компании. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова